Подготовка стройплощадки завершена, старое здание амбулатории демонтировано, вывозится мусор. Строительство поликлиники в Ромашково идет по графику. Медицинское учреждение будет рассчитано на 350 посещений в смену. Планируется, что в эксплуатацию здания введут в 2023 году. Чуть раньше в 2022 завершится строительство офиса врача общей практики в Савинской Слободе. Сейчас вносятся изменения в проектную документацию, чтобы увеличить его мощность. Фактически после завершения всех работ это будет небольшая поликлиника. В 2022 году будет открыт центр диспансеризации на 60 посещений в смену на улице Березово, дом 3 в территории Одинцовского 8-го больницы. Центр будет открыт в рамках у нас проекта здравоохранения и региональной программы организации первичного звена. То есть это позволит разгрузить при необходимой диспансеризации поликлиническое звену, поликлинику. Продолжается ремонт в хирургическом корпусе Одинцовской областной больницы. Контроль за работами осуществляет администрация муниципалитета и руководство медучреждения. В Звенигороде на деньги инвестора ремонтируют помещение для КТ. Это тоже архиважная задача. Мало того, что она востребована для жителей Звенигорода и близлежащих территорий. Ну и самое главное, что это будет отдельно стоящее здание, где можно будет также потоки и те, кто с ковидом принимать, развести, не заводить стационар. Кроме того, в Звенигородском подразделении больницы устранили недочеты, которые выявили после ремонта. Недавно в реанимации установили аппарат гемодиализа. Сейчас медицинские специалисты проходят обучение. Заработать он должен ориентировочно через неделю.